Добрый день, уважаемые слушатели и зрители Радио Медиаметриксы, в эфире Школа Здорового Голоса Екатерина Осипенко. В гостях у меня сегодня Андрей Солод, это личность легендарная, но я прямо вот сразу БК-зарака, человек, который номинировался на Грэмми, я надеюсь, мы сегодня услышим эту песню, с которой это всё произошло, человек, занимающийся, с одной стороны, вокальной педагогикой, причём в каком-то совершенно необычном месте, я думаю, что Андрюш тоже нам об этом расскажет сегодня, потому что это Дания, на секундочку. Ну, понятно, что есть вокальная педагогика и в России, но ещё почему-то Дания, человек поющий, человек, которого мы неоднократно видим на разных телеканалах, и вот из последнего такого, да, из необыкновенного, это шоу «Один в один», ну, конечно же, эксперт телешоу «Ну-ка, все вместе». Ну, конечно же. И победитель, предтеча «Ну-ка, все вместе», победитель на Первом канале. Итак, прошу любить и жаловать, у меня в гостях сегодня певец, вокальный педагог Андрей Солод. Доброго всем дня. Здравствуй, Катю. Я понимаю, что 13.00 не самое такое алё для певца. На удивление, очень даже, очень даже позитивно. Ты во сколько начинаешь своё пение? Ну, обычно в 8 утра я уже могу спеть хорошо, с проснувшимся голосом. Так, а во сколько ты просыпаешься? Просыпаюсь в 6, в 7, ну, самое позднее, ну, в 8. Ну, какой-то ты сейчас вот такие ужасные вещи говоришь для вокалистов. Правда, честно. Кто же в 6-7 просыпается? Даже если я, ну, во-первых, у меня собак двое, да, это такие семейные, некие приятные трудности, которые в любом случае не дадут мне спать больше. А во-вторых, у меня ученики уже в 10 начинаются, поэтому мне из ближнего Подмосковья нужно успеть добраться до самого центра Москвы. Ну, в общем, сейчас ты как раз вот сразу про сон, про то, что очень серьёзно подтачивает всё-таки голосовой аппарат певца. У тебя есть какие-то или были, возможно, какие-то сложности, с которыми ты за время своей творческой деятельности сталкивался с голосом? Сложности самые стандартные, обыкновенные простуды и какие-то. Ангин у меня нет, потому что у меня нет то, что вызывает ангин и миндалины. Поэтому в этом отношении я более свободный человек. Ну, знаешь, подчас мы от наших пациентов можем услышать, ой, ну что вы, зачем к вам фуниатором, типа вот когда вот случится? Да. Но рано или поздно всё равно это складывается у любого певца, потому что, как ты говоришь, банальные совершенно вещи, связанные просто элементарно с простудами, которые могут закончиться нарушением голоса, ну, собственно говоря, очень часто. Ну, они могут закончиться не только нарушением моего потери, и уже очень много на этот счёт было примеров. Даже я когда-то лечился очень долго, когда это было в запущенной стадии. Ты что-то можешь рекомендовать нашим слушателям? Не в плане лечения, а вот именно такой философии, может быть, отношения к своему голосовому аппарату? Философия одна – это здоровый образ жизни. Это неотъемлющая составляющая, если вы действительно хотите петь и оставаться в форме очень долго. И, конечно, потом хотите передавать, а передавать своё искусство, кого-то уже обучать. Это тоже большой дар и большое значение имеет. И вы должны быть тем более в форме, потому что вы своим ученикам должны показывать, как вы это делаете. Если вы будете это показывать плохо, то вы просто ничему их не научите. Это однозначно, это сто процентов. То есть показывать всё-таки вокальный педагог должен? Всегда. Он всегда должен петь со своими учениками. Всегда. Твои педагоги это делали? Мои педагоги это делали со мной всегда. Причём нос к носу. Нос к носу. Скажи, это было уже и в Санкт-Петербурге? У меня это... Ну, моё обучение началось, скажем так, в Москве не очень приятными ощущениями. Мне пришлось бросить один из вокальных вузов, потому что я понимал, что что-то не то происходит. Ну, не может меня этот человек чему-то научить, не может. Поэтому я принял решение уйти, хотя это уже был третий курс, и совершенно чудесным образом я оказался в руках одной потрясающей певицы. Это колоратурная сопрано Елена Устинова, которая ныне здравствует, действует и работает в Санкт-Петербурге, в Малом театре имени Мусоргска. Ты ушёл в консерваторию в Санкт-Петербургск? Подождите. Я сначала поехал к ней. А это сопровождалось чем? Я до этого учился на режиссуре, я его закончил. И у меня остались очень хорошие отношения с нашим мастером. И она мне сказала, что... А, вот ещё одна история. Я должен был выступать на Славянском базаре. Как сейчас помню, это 96-й год. 96-й год, мама дорогая. Как это было давно. Какая-то правда, да? Всё-таки жизни. И она сказала, она тебя посмотрит и скажет, что нам с тобой делать. А я, когда знаю, что мне уже выступать, представляете, ну что это такое? Как я могу жить и дальше развиваться, когда у меня мандраж? Когда у меня мандраж? Я подхожу к микрофону, меня всего трясёт. Мне стоит подумать о каком-то концерте, меня уже трясёт. Мне стоит уже приблизиться к этому микрофону, я уже могу упасть в обмор. Представляете, какая психосоматика совершенно сумасшедшая? То есть я понимал, что мне с этим нужно что-то делать и бороться. И это всё возникло в ходе обучения? Это всё возникло в ходе обучения. Всё возникло в ходе обучения. Да, вот что самое печальное. И услышав меня, моё прекрасное, очень неудачное выступление в прямом эфире на канале «Россия», мне сказали, Андрюша, пока бросай всё, тебе надо заново всему учиться. Заново осознавать свой голос, заново осознавать, где ты и что тебе нужно делать. Потому что ты просто его боишься. И иначе у тебя ничего не выйдет никогда. Я уехал и неделю занимался, каждый день, каждый день. И через неделю я понял, что мне не нужны никакие психотерапевты, психологи и психиатры, потому что всё дело было в обучении, всё дело было в осознании, всё дело было в каких-то техниках. И я поверил в себя по-настоящему. И потом уже так сложилось, что её пригласили одновременно преподавать на экспериментальном курсе в консерватории. Набирал Грег Энрикес. И я туда поступил и стал учиться. Но это же легендарный педагог. Легендарный, известный во всём мире. Не просто легендарный, у него ученики все легендарные и известные. Не просто личности, а суперзвёзды. Вот так вот мне повезло. И всё пропало? Негативное, дискомфортное состояние? Абсолютно. Я даже помню, вот через неделю я приехал, у меня был какой-то концерт в Москве, и даже какие-то мои коллеги, музыканты сказали, «Андрюша, ты, оказывается, что-то с тобой случилось, ты стал совершенно по-другому петь». Ну вот, да, такие чудеса бывают, и я знаю, что это возможно каждому. Насколько велика значимость вокального педагога для своего собственного нахождения? Своего собственного педагога, который родился для меня. Понимаете, как нужно стремиться к тому, чтобы его найти. Или стремиться к тому, чтобы он тебя нашёл. Тогда всё хорошо, очень правильно складывается. А много педагогов может быть в течение жизни? Лучше один. Лучше один, вернее, два. Жизнь и твой наставник. Твой настоящий наставник. Который из тебя будет делать не из себя самого в твоём лице, как бы перевоплощаясь в тебя, потом говорить, вот посмотрите, что я, как это вот. Нет, ты должен прежде всего понимать, что ты личность, и у тебя должен быть именно тот педагог, который в тебе разовьёт её. Не уничтожит, не уничтожит, а разовьёт. Сделает тебя ярче, красивее, свободнее, ещё талантливее. И не подавит. И, ну вот, подавит, да, я это и имел в виду. Потому что подавление – это как? Ну, человек приходит первый раз на занятия. Вот сколько у меня сейчас, в последнее время. У меня сейчас много очень новых учеников. Это в том числе в театре, да? В том числе, в том числе. Не в театре, а в институте имени Кобзона. В институте имени Кобзона, тем более сейчас у меня там два первых курса. Я их ещё не видел, но… Два первых курса – это что такое? Актёрские, два первоактёрских курса. Это просто два… Они какие-то разные направленности или это разные мастера? У них разные мастера, но они все… Один курс, единственный, он музыкальный. То есть будут готовить актёров музыкального театра. Музыкального театра. Насчёт этого я более спокойна. А вот уже непосредственно драматические актёры – вот это уже история, которым нужно находить правильный подход. То есть это изначально не поющие всё-таки люди? К сожалению, нет. Изначально нет. В основной массе нет. Ну, это же не обязательство, чтобы они должны были петь. И потом далеко не каждый же актёр впоследствии будет петь. И не каждому и надо это делать. Но это как элемент обучения очень важен. Как элемент обучения, но как ни странно, не все стремятся к этому. Почему? Они все стремятся хорошо петь. Но они, наверное, не правы. Потому что всё-таки на Западе, в Европе, ты никогда не поступишь вот в такой творческий вуз. Творческий вуз, да? Что касается тем более актёрского, если ты не умеешь петь. Это невозможно. Это невозможно. Не так давно, будучи во Франции, я просто наткнулась на Бриджит Бордо. Просто Сент-Тропе. Я была в Сент-Тропе. И очень много было посвящено Бриджит Бордо. И я помню, что Бриджит Бордо пела. Я слушала, может быть, один-два раза каких-то там трека. По-моему, даже имела диск. И поняла, что я его куда-то засунула просто для того, чтобы больше это никогда не слушать. Но тут я возобновила. Я поняла, что Бриджит Бордо, которая, конечно, не очень большая певица, тем не менее этим занималась. Она над этим работала. Причём очень серьёзно. Я очень знаю эту историю, как она мучилась от того, что она не пела. И вот как бы через вот эти мучения и страдания она находила какие-то для себя правильные котировки осознания своего голоса и вокала. Понимаете? Что она может внутри себя сделать. Ну, конечно, ей очень помог Гинксбург. Это однозначно. Он её очень серьёзно направил. И причём очень правильно направил. И то, что я вот и слышу, кстати говоря, я недавно совсем слушал её записи. Это очень интересно. Да, это очень, сказать, что это прикольно. Это очень интересно. Это интересно, действительно так. И очень много людей, которые являются достаточно известными артистами, которым слава пришла именно как артистам, стали заниматься карьерой. Конечно. И уже даже во взрослом состоянии стали заниматься именно певческой карьерой, получили свою аудиторию, и достаточно серьёзно, и даже в том числе зарабатывать в качестве певцов. Я говорю сейчас о наших артистах, не говоря уже об иностранных. И не говоря о том, насколько это аудитория, аудитория потом начинает расширяться. Это сколько плюсов. Ты не снимался никогда в кино? Или делал ли ты какие-то спектакли всё-таки изначально ты режиссёр? Изначально я театральный режиссёр по образованию. Да, делал. Делал. Ну, на базе института, да, это было. И очень, по-моему, это было прикольно. Не музыкально? Прикольно. Нет. А сейчас ты не хочешь сделать какой-нибудь музыкальный спектакль со своими? Да надо бы, надо. Мюзикл, слушай, по-моему, у тебя такая кузница там внутри. У нас уже, да, сейчас был разговор, вот курс «Голобородька» известного актёра. Очень хороший курс, я их очень люблю, у нас прекрасный с ними контакт. И их мастер сказала, что вот, а что если с вашей помощью, с моей, нам сделать такой мюзикл, посвящённый какой-нибудь песне года а-ля песня года 80. Вот взять такие песни и сделать вот такой спектакль. И с этим поработать, это очень интересно. Вот думаю, что сейчас получится. Думаю, что надо это сделать. Наверное, это будет какой-нибудь дипломный спектакль всё-таки у них. А потом, ну, Бог его знает, может выйдет в какие-то более масс-медийные истории. То есть внутри режиссёрское, оно не забыто? Нет, нет. А вот это вот режиссёрское, это забыть невозможно, потому что я вот как, я же не просто педагог, я не распрощался со сценой. Вообще-то нет, далеко нет. Ну, это мы регулярно видим. Вот, слава Богу. Слава Богу, это есть. Слава Богу, ты пришёл к нам. Хотя изначально, знаете, очень много лет меня останавливало именно то, что если я начну преподавать, то мне придётся с этим проститься. Я был очень сильно неправ. И если кто-то вот сейчас чувствует себе силу, и как-то это его тормозит, не надо. Наоборот, ученики не представляете, как вас учат самого, как они вас учат быть другим. Каждый раз я в этом убеждаюсь. Каждый раз я пою какую-то вот песню, ну, казалось бы, пою её уже лет 20. И каждый раз благодаря им я это сделаю по-новому. И я это сам вижу, я это сам чувствую, я сам это слышу. И это очень здорово. Это очень здорово. Анюшенька, мы сейчас не можем услышать, какую бы то ни было песню. Какую бы то ни было можем? Как она будет называться? Но я вообще такой певец кроссоверный-прекроссоверный, да, который поёт почти всё. Вот мне нравятся кроссоверные-прекроссоверные. Не имейте в виду спортивную обувь, да, это как бы к ней не относится. Нет, кроссовки у тебя красивые, я вижу. Да, ну да. Что касается меня, ну, вот я взял с собой, и то так уже в попыхах, быстро, что уже взял с собой эти минусы. Это мой альбом, который издавался в Европе. Это альбом, одна из песен, композиция которого, кстати, была номинирована в 2011 году на Грэмми. И там мы решили сделать такое современное облачение, такую декорацию из русских опер, перевести это в такую манеру современности. Вот как бы то и звучало уже в наше время. И, ну, это вот из всего того, что у меня есть, конечно, это моя любимая работа. Потом, она уже была, эта песня, переписана, и вот эта песня, за эту песню я получил золотую медаль в Лос-Анджелесе на чемпионате мира. Сейчас мы её немножко переделали, и давайте я вам её спою. Это ария хороводная, называется, из оперы Садко. Кто бы то, как вы думаете, кто это написал? Сам римский конкурсик. А не замахнуться ли нам сейчас на римского с мамой конкурсикова? Ну, давайте замахнёмся. Заиграйте, мои гусельки, Заиграйте, струны звончатых, Как по частый переборы мои Расплясались о лебёдушке Лёли-лёли лебеди Краше всех их одна девица Краше всех одна лебёдушка Собирает белые цветики Молодильнички душистые Ага, лёли-лёли лебеди Лёли-лёли белые Лёли-лёли 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 белые Лёли-лёли 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 белые На-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Ля-ли-ля-ли лебеди белые Браво! Благодарю вас! Андрюша, я получила истинное удовольствие, вот просто получила истинное удовольствие. Во-первых, в отличие от всех остальных слушателей, я имею честь лицезреть, вернее, лицеслушать. Лицеслушать, лицеслушать. Потому что у меня нет здесь музыки, у меня только чистый, в прямом и переносном слове вокал. Отсутствие фальши меня, то есть это не то, что я ожидала её сейчас услышать, но и тем не менее, я прекрасно же понимаю, что это человеку неудобно. Понятно, что ты страшно опытный человек, там поёшь уже, ну не сто лет, но сколько-то лет ты поёшь. Ну да, почти 100. Вот, и ты как бы должен этим владеть, но и тем не менее, я прекрасно понимаю, что вот пришёл, там студия, сидишь, неудобно, тут наушники, где там музыка так или сяк, и при этом поёшь, и это всё чисто. Ну, по современным условиям, чего уж греха таить, далеко не каждый. Человек может себе позволить чистое пение. Да, с чистым пением у нас серьёзные проблемы. Поэтому, особенно я не знаю аранжировки, я могу только по стилистике вот того, что ты сейчас произвёл для меня конкретно, мне показалось, что это всё-таки достаточно интересно должно звучать. И вот чисто вокально это очень красиво. Я честно могу сказать, поскольку я не слышала это никогда в твоём исполнении, я действительно признаюсь в этом, я могу сказать, что я, наверное, теперь, ну если не буду твоим фанатом, всё-таки слово такое, но я буду с огромным удовольствием погружаться в то, что ты делаешь, потому что это действительно заслуживает внимания. Я благодарю, мне действительно, мне очень приятно это слышать, и всегда вот, когда я слышу такие вещи, я знаю, что я стану ещё лучше. То есть, я всё равно, я слушаю себя, я всегда слушаю себя и вижу себя со стороны, я всё равно знаю, над чем мне надо работать. И когда мне говорят вот приятные вещи, конечно, это не просто приятно, а это заставляет меня идти дальше. Ну тембр, ты знаешь, очень, во-первых, голос высот, понятно, что тенор, но очень приятный, нерезкий и тембрально какой-то, и ты владеешь. Всё-таки вокальная техника имеет значение, всегда имеет значение, но в данной ситуации, при исполнении вот этого сложнейшего произведения, пусть в данной ситуации оно выполнено в эстрадной манере, но тем не менее, его тоже надо спеть. Песня сложная, песня сложная. Ну что касается моего тембра, то есть это чистый теноральт, да, которым живётся как бы не сладко в плане карьеры, потому что изначально... Немного произведений же написано ещё. Не написано произведений, это еле-еле, наверное, всё-таки Ленские, да, и то уже для Альтины какие-то вещи, которые написаны. Если для космического голоса. Да, конечно, они уже тяжелы, поэтому вот именно поэтому у меня не сложилась история и с оперой, поэтому я понимал, что мне как-то нужно немножечко перевоплощаться в своём творчестве, и я стал искать другие формы своего пения, в общем-то, поэтому... Ну, всё хорошо, всё хорошо. Но обучаешь ты именно эстрадному вокалу? У нас вот какая история. Всё-таки обучаю, да, то есть мы говорим всегда об эстрадном вокале, то, что вот мы будем делать, но основа у нас всё-таки академическая. Вот этот академический столб заземления от затылка до самых пяток, конечно, мы это делаем. Ну, хорошо, тебе ты знаешь и то, и другое, поэтому ты можешь об этом говорить. А как быть с теми педагогами, которые никогда в жизни не пробовали академическую манеру? Изначально, конечно, она мне давалась, причём с материнским молоком, потому что я родился в семье музыкальной, и мой отец оперный певец, оперный певец. Поэтому то, что я наблюдал ещё в пелёнках, конечно, это всё отложилось на моём генетическом уровне клеточном, понимаете, да? Но, тем не менее, он слушал очень много разной музыки. То есть меломан был потрясающий, и, в общем-то, я Донну Саммер, свою любимую, пел в пять лет целиком и полностью. Всё, все её песни, конечно. И она до сих пор моя любимая певица, и песни, которые она пела, мои любимые песни. Я даже не представляю, как мальчик пять лет поет. Пел, пел, у меня был голос такой дискон, дискон, дискон. То есть это был очень высокий голос, то есть такой пронзающий совершенно. Он всех пронзал? Ну, всем нравилось. В общем, не, ну правда, ну что там греха тоить? И действительно, мальчишка был поющий нереально. Как это сочеталось именно с этими произведениями? Сочеталось, пел. То есть я очень хорошо... Все должны были просто тащить, наверное. Я очень хорошо, да, да, потому что очень хорошо ловил манеру. Я могу петь на разных языках. Почему? Ну потому что вот у каждого языка есть своя фонетическая музыкальная манера, которую очень сложно поймать. Поскольку мне приходится, да, то есть я преподаю, живу какое-то время в Дании, да, у меня единственная проблема была это с датским языком. Я никогда не думал, что это может случиться. Это реально, вот его диалект мне давался очень сложно и сейчас. Вот по сей секунду, вот я сейчас... А немецкого-то не знал? Немецкий легко. Нет, я никогда о нем не говорил, но что-то воспроизвести легко. Даже спеть на немецком. С датским проблемой. И поэтому на этот слух всегда нанизывались все языки. Поэтому я очень хорошо воспринимал, вот, ну, английский понятно. Французский у меня вообще был потрясающий, как бы и есть. Иврит, да, что немаловажно в моей жизни. Да, поэтому иврит я знаю, как русский язык, как бы в совершенстве на нем говорю. Поэтому и когда я приезжаю в Израиль, ну, никто не поймет о том, что, как бы, человек начал говорить на иврите и пять лет назад просто начал его учить. Вот это не говорит о том, что это говорит о том, что вот восприятие слуховое настолько вот оно тонкое. И не я один такой. Действительно, человек, одаренный человек музыкально, он одаренный во всем. Потому что языки, на них, конечно, вот, у нас всегда проблема, я всегда говорю своим ученикам по поводу французского языка, да. Французский язык все-таки у нас достаточно язык такой, как бы, так сказать, высокой позиции, да. То есть, «же», «ме», вот это вот все. И очень всегда мы работаем над тем, что мы говорим о том, что человек говорящий, человек поющий – это совершенно разные планеты, совершенно разные вселенные. То есть, говорящий человек, он говорит, а поющий человек, он поёт. Совершенно два непохожих друг на друга. Хотя есть чёткое, устоявшееся выражение, что поём так, как говорим. Вот в том-то и дело. Поэтому в чём вот и испытывают проблемы, и некоторые даже не выдерживают. Не выдерживают, они берут и заканчивают это обучение, потому что они уверены совершенно в обратном. Ну, таких, слава Богу, единицы. Поэтому я всегда говорю, что вот что касается французского, хорошо, давайте мы поработаем над французской песней, хорошо, давайте. Вот как бы вы… Берём ту же мою Патрисию Касс, да? Хорошо, да? Моу мэк а муа, и не парь де ваутюре. Ведь если бы она говорила, она бы сказала, Моу мэк а муа, и не парь де ваутюре. Как поёт Патриция Касс, она поёт «Ваутюре». То есть, она всё равно позиционно заводит все эти звуки вокально назад. Туда, куда надо. Правильно, для того, чтобы они уместились. Поэтому, что касается французского языка, поэтому я говорю, давайте мы всё-таки научимся петь пока по-русски и по-английски. Более, да, то, что как бы доступно и понятно. Более-менее, потом уже перейдём к сложным формам. Я привык слух, опять-таки. Конечно. Ты говорила Патриси Касс, ну поговори об этом чуть больше. Ну, что говорить, вот я благодаря Патриси Касс поступил на театральный. То есть, это любовь, да, издалека, что ли? Ну, понимаете, вот в те годы, ну как это, 90-е годы, вот только всё начинается. Да, мы как бы, ну мы стремились, но откуда-то всё это брали, какую-то музыку. И вдруг появляется что-то, нечто такое необыкновенное, но она была действительно необыкновенна. Это вот какая-то пацанка с таким низким голосом необыкновенным. И, конечно, я в неё влюбился, невероятно. И её манеру, вот эту манеру её подачи голосовой я легко как бы снял, не хотел. То есть, я её стал пародировать, просто пародировать. И когда я поступал в театральный институт, мне вдруг совершенно неожиданно на экзамене меня попросили кого-нибудь спародировать. Ну, я спародировал именно её, потому что мне никто больше в голову не пришёл. И я поступил. И я поступил, и я не знал, что вот через, в каком-то, в 89-м году я поступил. Опять же, да, ты такие называешь, сумасшедшие совершенно, какие-то космические. И сейчас уже 2017 год, и вот в 2019 году я никогда не думал, что мне это вот так вот аукнется. Потому что, если вы знаете, один в один я пародировал именно Патрисию Касс. Да, вот именно я об этом сейчас... Именно Патрисию Касс. И, кстати говоря, у нас там были некоторые такие небольшие, как это правильно сказать, моменты споров в плане её исполнения, насколько точно. Потому что изначально она немка. Изначально. Червидно? Да, изначально немка. И её родной язык немецкий по роду, по её, как бы, первый язык, на котором она говорила, это немецкий. И на французском она говорит с небольшим диалектом в сторону немецкого. В сторону немецкого. И вот она поёт... Мо, мэк, а муа, и мэ пар дэ ваутюра, да? И кэн тю бри до сизиэ, шпурэй пасэ лануи, и мэ пар джамур. Да? Вы смотрите, вот это джамур она поёт. Джамур. Это идёт типичный диалект немецкого языка. Потому что дэ в немецком производится как дэ. Очень похоже на дэ английское. И мне сказали, что так во французском языке быть не может. Он должна петь дамур. Я говорю, ну как же, если вы хотите, чтобы я пародировал Патрицию Касс, я же должен её пародировать и чётко сделать именно так, как делает она. Вот она делает дамур. Вот почему я не должен так сделать? Понимаете, да? То есть у нас были на этот счёт споры на съёмке. Я в итоге всё равно всё сделал по-своему. Вот, не знаю, повлияло это на мой проигрыш. Я расстроился. Так. Я расстроился, да. Но, тем не менее, я всё равно, это вот один из случаев, когда я с собой доволен. Это хорошо. Я не говорю о том, как меня загримировали, во что я был одет. Но так как я её спел, я её спел достойно Патриции Касс. Во всяком случае. Вот. Вот. Но это был один из твоих телешоу. Или вот как участник это... Ну вот, что касается именно вот такого, такой театрализации, да, вот... Ну, помимо там конкурсов, как вокальных конкурсов. Помимо разных конкурсов, помимо там каких-то выступлений, там, и работы и с Эрой группой, и с Венским оркестром, какие-то большие платы... Ты продолжаешь оставаться солистом Венского филомонического? Продолжаю по сей день, по сей день, да. Вот сейчас продолжаю, но в связи с тем, что как бы во всём мире не совсем всё хорошо. А программа моя, кстати говоря, вот именно вот эта кроссоверная, они полностью переложили, представляешь, Катя, вот на этот состав... То есть это... Да, они её переложили практически в эту кроссоверную программу «Русский Харий». Известных они переложили на оркестр. Эстрадно-симфонический состав, да? Эстрадно-симфонический. То есть там идёт примерно вот то, что вы сейчас слышали в хороводной, да, вот примерно идёт такое звучание. Даже специально для этой программы была посажена ритм-секция определённая. И были туры серьёзные в Европе и в Америке, им достаточно поездили, но состав предполагает очень большое количество людей. Это финансирование всегда. Да, и вот, и к огромному сожалению, я думаю, что это всё скоро закончится, всё будет хорошо. Концерты возобновятся, потому что, ну, пока площадки и импресарио не могут брать оркестр, который практически 90 человек, коллектив вести. Это, конечно... Это надо у нас повторить. Это очень сложно. Ну, если надо, значит, повторим. Значит, повторим. Конечно, нужно. Это европейская составляющая. Европейская. Мы не поговорили ещё про Данию, окончательно, потому что в Дании это называется как... Как датская... Королевская академия музыки. Королевская академия музыки. И ты преподаёшь там и взрослым, и детям? Нет, у нас только взрослым. Только взрослым. И детским там всё достаточно строго и серьёзно. И регламентированно, да? Да. В отличие от нас? В отличие от... В чём вообще разница? В отличие от здесь. От здесь. В отличие от здесь какие-то нюансы связанные... Ну, да. Хорошо. Начнём тогда с юридических норм. Юридические нормы. Есть определённые законы, да? Вот и мы соблюдаем определённые законы, под которыми мы подписывали собственноручно в Европе, да? Мы как педагоги, мы как... Я как лично выпускник Лос-Анджелесской академии, всемирные вокалы. И мы, как будущие педагоги, подписывали определённые... Это ещё в академии? Конечно. О том, что мы не имеем права делать определённые вещи, такие как распевать определёнными упражнениями, заниматься с детьми, не имея на это определённой лицензии дополнительной и психологического, и педагогического образования. И вот такие составляющие, которые очень важны. Что такое детский голос? Это составляющая совершенно его, и она ни к чему не привязана, потому что мы не можем диагностировать, что с ним будет дальше, насколько он изменится, и вообще будет ли этот голос у него, понимаете? И брать на себя ответственность, ребёнка вести, вот честно могу вам сказать, не знаю, к месту или нет, но детский голос для меня это очень тяжёлая история. Потому что... Так оно и есть. Потому что... И не только для меня, потому что, во-первых, это морально тяжело, во-вторых, вы не представляете, насколько у ребёнка травмируется его психика. Ну я... Ой, вот кто-кто? Я так представляю. Да, я сейчас неправильно выразился. Но для аудитории. Конечно, да. Для аудитории это даст и терапия. Для аудитории, к сожалению, не для всей аудитории это понятно, насколько, в общем-то, ребёнок может стать ещё и инвалидом. Потому что... Что такое психика? Мы-то вообще поём нашей психосоматикой. Наш голос – это наша психика. Выражение души. Наши клеток. Это наша ДНК. Вот то, что мы делаем, это то, как мы созданы. Да, это наша кровь. Это наше всё. И мы должны прежде всего понимать, что когда это даёт какой-то сбой, то начинает лететь всё. Просто лететь всё. В первую очередь начинает лететь голос. Да. Вот я сейчас говорил о том, что что такое связки. Ведь связки созданы человеком для того, чтобы он ими говорил, но он не должен ими петь. И поэтому существует педагогика, правильно, корректная педагогика для того, чтобы научить человека во время пения не пользоваться тем, что ему мешает. А ведь связки мешают. Ведь не просто так фониатрия признана для того, чтобы их восстанавливать, в основном после пения. Ну правильно же, Катя? Ну ещё проводить профилактику. Да. Правда, с профилактикой у нас не так хорошо получается. Человек, когда в основном после пения, человек идёт куда? Естественно, к вам, к фониатерам. Ну, такого болезненного пения. Болезненного пения. Безграмотного пения. Безграмотного пения. Вот, безграмотного пения. Поэтому мы и призваны ещё и для того, чтобы уберечь его от этого, чтобы его научить такому мастерству правильному, чтобы он делал для себя как можно меньше травматичный путь. Создавал для себя, понимаете? Как можно приносил себе, любимому, меньше травм. Меньше травм. Наступаем мы, конечно, на горло сейчас всем тем, такому обилию, я бы сказала, по вокальных педагогам, которые занимаются с детьми разных возрастов. До 18 все дети. К сожалению, не всё так. Лицензии не требуются же у нас. Никаких навыков никто не спрашивает. Очень много частной практики. Да, причём лицензия не одна должна присутствовать. Лицензия должна быть присутствовать. Ну, на образование как минимум. Психологическая, педагогическая. Это так. Это так. Конечно, конечно. Хорошо, а если это не выпускник Лос-Анджелесской академии, пока вам. Ну, хорошо, в Дании не все же вы заканчивали. В основном. Да? Да. В основном. Вернее, не в основном, она 99 процентов, потому что Маргарет, королева, их наша, их королева, королева-мать Дании, чудесная женщина. Она, в общем-то, сделала лицензионный вуз. Она сделала это учебное заведение именно по лицензии и по технике преподавания именно в Америке, в Лос-Анджелесе. И поэтому все практические педагоги, весь педагогический состав выборочно, который проходит определенный кастинг и стажировки, он там преподает. Абсолютно все. Поэтому все условия, все правила, они пришли оттуда и дальше распространяется. Да, вот что касается лицензии, она и есть лицензия. То есть не имеем права нарушать. Лицензия на вокальную педагогику. Лицензия именно на эту вокальную технику, именно на преподавание этой вокальной техники. Ну, хорошо, а если, допустим, какая-то иная техника, можно сказать, я не пользуюсь вашей, а преподаю в какой-то иной манере. Ну, нет, вы не будете. Это невозможно. Конкретно в этой стране? Конкретно в этой стране, потому что на технике, как вот, CVT, как ее сейчас коротко называют, ну, я вам могу сказать, наверное, уже лет 50, как бы работает вся Европа и вся Америка, практически весь мир, кроме Российской Федерации. Возвращаемся в Российскую Федерацию. К сожалению, мы не услышим сегодня третья песня Лили, я правильно понимаю? Да. Моя любимая, я с ней заканчивала училище музыкальное, поэтому ждала ее, как и никто другой, но, тем не менее, мы не успеваем это сделать. Я чувствую, что нам придется встречаться снова. Надо, да.